Евгений Киселёв 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 Мы имеем, скажем, на данный момент. На данный момент мы понимаем, что эти люди прошли уже, освобождённые заложники, прошли уже медицинское обследование. Их состояние, в принципе, нормально, более-менее. Там есть пожилые люди, у которых есть некоторые проблемы, но, в принципе, всё контролируемо, и их состояние более-менее нормально. Конечно, не до конца понятно их психологическое состояние и состояние детей. Там мальчик 9 лет, там есть две девочки, которые 4 года и 2,5 года. С ними тоже непонятно. Девочка 6 лет. Мы не знаем точно, что и как, потому что это такое, скажем, очень чувствительное место, и поэтому никто об этом не пишет, никто об этом не говорит. Там работают психологи, социальные сотрудники, врачи, семья вместе с ними. Проблема ещё в том, что была освобождена, например, часть семьи. Это бабушка, внук и вот дочка этой женщины, их трое. А их дедушка и муж этой пожилой женщины, он ещё в плену Хамаса. Там ещё есть одна женщина, которая, например, нам не до конца понятно, был ли это исламский джигад или Хамас, но несколько дней назад был опубликован видеоролик, где было сказано и было видно, что как будто бы её убили, а в самом деле её вчера освободили. Но её сын ещё находится в заложниках. Поэтому это, с одной стороны, радостное, конечно, известие, с другой стороны, эти люди не до конца понимали. Во-первых, они не знали, что это было. Это 49 дней они были в плену у Хамаса. Они не знают вообще, что происходит. По всей вероятности, они находились под землёй. Им сложно после 49 лет в темноте и в полумраке таком выйти на свет. Это тоже целая медицинская проблема. Например, одна из заложниц, которая была освобождена ещё в самом начале, она по сегодняшний день никак не может справиться с этой проблемой. Врачи не могут справиться, она ходит в тёмных очках постоянно. Она не может привыкнуть к свету. Поэтому мы не знаем, как на этих людей это будет действовать. То есть уже вчера поздно вечером мы получили список 14 других заложников. Там в основном больше детей, чем женщин. 14 человек, которых должны освободить сегодня по той же самой процедуре. Мы со своей стороны освободили один к трём. Там вчера 39 заключённых женщин и подростков из израильских тюрем. Это люди, которые были осуждены за террористические акты и за попытки террористических актов. Там есть женщины, у которых кровь, и подростки, у которых кровь на их руках, наших граждан. Сегодня, соответственно, если это всё подтвердится, тогда мы освободим ещё раз пропорции один к трём – 42 заключённых из израильских тюрьм. Объясните, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что вот эти договорённости были достигнуты в результате посреднических усилий Соединённых Штатов, Египта и Катара? Да, это совершенно точно. Основную роль в этой ситуации играли вот эти три страны. Катар, который находится в постоянной связи с хамасовцами, на территории Катара находятся лидеры Хамаса, в прошлом и в настоящем. Хамас был финансирован практически Катаром всё время. Катар переводили наличными деньгами через нас в чемоданах миллионы долларов Хамасу для решения внутренних проблем в секторе газа. Но, по всей вероятности, основная масса этих денег шла на постройку укреплений, бункеров, подземных коридоров и так далее. Поэтому там мало денег шло на пользу жителям Газы. Соединённые Штаты Америки давили на Катар. Египет тоже имеет особое отношение с Хамасом, потому что он следит, чтобы не было никакого проникновения террористов и сектора газа на территорию Египта, потому что это сразу может привести к нестабильности режима в Египте. Поэтому это совместно у нас интересы с Египтом, чтобы не было проникновения хамасовцев на территорию Египта. И все, конечно, оркестрировали в Соединённые Штаты Америки. Вот этот треугольник практически и сейчас работает над тем, чтобы освободить наших заложников. Тут интересная деталь. представители семей заложников встречались с послами Катара в европейских странах. Они были приняты. Именно у нас нет отношений с Катаром. У Израиля имеется в виду. Да, в Израиле имеется в виду, у нас нет. В своё время там было у нас в духе посольства, и работали, и даже один из моих сотрудников, который потом работал у меня в посольстве в Москве, когда я был послом, он открывал и был в первой группе, которая была в ДОХе в середине 90-х. Но сегодня у нас ничего там нет, кроме каких-то контактов через спецслужбы. Глава МОСАДА тоже принимал участие, и он, в принципе, ведёт всё это дело с нашей стороны, освободение заложников. Он накануне был тоже в Катаре, тоже с ними обсуждал. То есть у нас есть такие неофициальные контакты с ними, которые на постоянной основе. Вот это результат вот этой деятельности. Но катарские послы принимали представителей семей, и их отзывы были положительные в том плане, что все эти послы внимательно выслушивали, и так, как утверждают представители семей, они понимали, что надо помочь решить вот эту гуманитарную сложную проблему. Вы можете объяснить, Аркадий, почему из всех арабских государств именно Катар или Катар поддерживает Хамас? Это длинная история, потому что она связана с идеологической подоплёкой здесь. Катар, они, в принципе, поддерживают идеологию мусульманских братьев. Это такая распространённая довольно идеология в арабских странах. В Египте, кстати, их в своё время представил бы президентом Египта до Ассисии, президента нынешнего. И эта идеология, она, в принципе, носит довольно экстремистский характер. Поэтому Катар придерживается этой идеологии, помогает этому Хамасу, и таким образом вот эта связка работает. Что интересно, что у нас в Израиле тоже существует целая политическая партия, которая, в принципе, придерживается идеологии мусульманских братьев. Но эта партия во главе с Мансуром Аббасом, она пытается интегрироваться в израильское общество. Она, эта организация, несмотря на идеологию, признаёт Израиль как еврейское государство. Мансур Аббас в предыдущем правительстве, когда было так называемое правительство изменений во главе с Беннеттом и Лапидом, он вступил в коалицию. Это впервые арабская партия вступила в коалицию и была частью правительства. У них не было министерских постов, но они были частью коалиции, голосовали вместе с коалицией. Были разработаны совместные программы для большей интеграции арабского меньшинства в израильское общество. И Мансур Аббас придерживается абсолютно, я бы сказал, цивилизованных способов борьбы за права арабского сектора в Израиле. Он полностью выступает против какого-либо насилия, против насильственных каких-то протестов, против использования силы, террора и так далее. И этот человек заслуживает большого уважения, потому что он впервые за всю нашу длинную и сложную историю, он, в принципе, пришёл к абсолютно правильному выводу. И он имеет в Кнессете, за него прозвало много арабских жителей Израиля, граждан Израиля. И по всей вероятности в следующем Кнессете он тоже будет избран, если не увеличить даже количество мест, которые у него есть. И вот такая, я бы сказал, многовекторная политика у этой организации. В разных странах они по-разному ведут себя. Сам Мансур Аббас, он по профессии был зубным врачом, потом пошёл в политику, он религиозный человек, но он абсолютно человек, который абсолютно придерживается гуманных ценностей. У него своё видение, конечно, но всё абсолютно цивилизовано и абсолютно в рамках того, что дозволено законом у нас. И это, безусловно, вызывает большое уважение. А скажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что сейчас речь идёт о обмене только 100 человек из 240 заложников, которые находятся в плену у Хамаса? Да, значит, весь переговорный процесс начинался со 100 человек, чтобы заполучить их назад домой. В основном это женщины, дети и старики. Там очень много пожилых мужчин тоже захвачены в плен и являются заложниками. Опять же, тут терминология сложная. Заложники – это гражданское население. Они, в принципе, не в плену, не являются заложниками. Это противоречит международному гуманитарному праву захватить гражданских людей и держать их в заложниках. То есть они не совсем в плену, это заложники. Я даже не знаю, как по-русски точно вот этот термин звучит, если люди находятся в заложнике. Наверное, в плену, да? В плену, да. Да, наверное, в плену, да, потому что там есть также наши солдаты, которые они тоже захватили в плен. Уже солдаты, понятно, как бы они находятся в плену. О них вообще пока речь не идёт об их освобождении, вряд ли Хамас сейчас будет поднимать этот вопрос их освобождения. В начале сделки мы говорили о ста заложниках. Женщины, дети, и там около 40 детей находятся в заложниках. И пожилые мужчины. Это в первую очередь, о чём мы говорили. Потом была снижена цифра до 80, потом Хамас остановился на цифре 50. Далее. Часть этой сделки, опять же, она структуирована таким образом, что если Хамас согласится, то после четырёх дней вот этого прекращения огня и передачи нам 50 заложников, они, если они захотят, согласно этому договору, то они могут продлить ещё на 5 дней вот это прекращение дня и каждый день освобождать по 10 других заложников. И таким образом мы дойдём до цифры 100. Что произошло ещё интересно? Что они освободили вчера, как я уже говорил, 11 граждан, 10 таиландцев и 1 филиппинца. Причём четырёх таиландцев, которые они освободили, они не были ни у нас в списках, ни у таиландской стороны. То есть мы вообще не знали, где они. Мы считали их пропавшими без вести. Оказалось, что они были заложниками у Хамаса, которые их вернули. Там также была одна женщина. Ходились слухи о том, что она беременна и родила там, но оказалось это не так. Это были какие-то слухи запущенные, но это абсолютно не соответствует действительности. Может быть, что есть ещё дополнительные какие-то заложники, о которых мы не знаем, или мы их считаем пропавшими без вести, они находятся в плену у Хамаса. Есть ещё часть заложников, которые находятся в плену у исламского джигада. Цифра, которая гуляла по интернету, это 34, по-моему, заложника. Точно мы опять же не знаем. Хамасовцы заявили о том, что не обо всех заложниках у них есть точная информация, что тоже вызывает сомнения, потому что там, в принципе, у них всё подконтрольно. Поэтому, если мы сможем, конечно, освободить 100 заложников, то это будет для нас очень серьёзным психологическим подспорьем, и дальше будем вести речь об освобождении следующих заложников. То есть, как минимум, речь идёт ещё от 140? То есть, минимум, по всей вероятности, идёт речь от 140. Причём, из этих 140 вполне возможно, что есть убитые заложники, есть их тела. Нам тоже важно получить тела убитых наших граждан, чтобы их похоронить, и чтобы семья знала, что они действительно у нас, и чтобы семья могла проститься с ними, как это принято в цивилизованном обществе. И вот тут тоже очень сложный момент, потому что мы точно не знаем, у нас нет точной информации. Например, солдаты, когда вошли в северную часть Экперагаза, мы обнаружили тело одной солдатки, 19 лет, она была в заложниках, в плену, и вот её тело передали семье, её похоронили. И очень печальная история. Очень сложно сказать. Я хочу вам показать это солдатский жетон. У меня мы сейчас ходим вот с таким солдатским жетоном. Когда я был в армии офицера много лет тому назад, я начинал свою службу в 1980 году, это 43 года тому назад. У нас с самого начала армии каждый солдат имеет вот такой солдатский жетон, где написан его личный военный номер, имя и фамилия. Вот с этим жетоном солдат не расстаётся, он должен быть 24 часа, что если не приведи Господи, если что-то случается, чтобы облегчить идентификацию солдата, и знать, что с ним произошло. Вот на этом солдатском жетоне написано, что моё сердце в газе, и освободили заложников сейчас. Сейчас мы солидатизируемся с сильными заложниками, и мы хотим их освободить в самые короткие сроки. Причём давление общественного мнения, в начале, когда правительство объявило о целях операции, то на первом месте оно ставило, конечно же, уничтожение Хамаса, его военную инфраструктуру и так далее. Лишь потом в какой-то там цели было освобождение заложников. Но под давлением общественного мнения, цель освобождения заложников превратилась в самую главную цель наравне с уничтожением военной инфраструктуры Хамаса. Ну вот тут возникает вопрос, готово ли израильское общество отказаться от цели полного уничтожения Хамаса? Потому что, если эта цель будет декларирована постоянно, то Хамас может ведь не пойти на освобождение всех заложников. Сложный вопрос, я понимаю, но тем не менее. Я добавлю ещё один. Я бы сказал так, Евгений, тут есть несколько таких прослоев, которые одна на другой и многовекторная ситуация. Это очень сложное уравнение с очень многими неизвестными, которые правительству и всей нашей стране и армии придётся решить. На уровне гражданского общества, на уровне просто личных эмоций, на уровне правительства и так далее, и так далее, и так далее. Это очень сложная ситуация. Я приведу пример. Например, это важная деталь. Когда правительство приняло в среду вечером решение, обменять наших заложников в пропорции 1 к 3 хамасовских заключённых, которые за преступление отбывают наказание в наших тюрьмах, то по закону Израиля можно подавать апелляцию в суд, в Верховный суд, в суд высшей справедливости, как называется, апелляцию на вот это решение правительства. И были несколько организаций, которые подали апелляцию. Не освобождать этих людей из тюрьмы. Почему? Потому что в своё время, когда освободили нашего израильского солдата Герада Шалита, который был в плену у Хамаса 5 лет, был освобождён Сенуар, который возглавляет сегодня на территории Газы всю структуру Хамас. И это тот человек, который спланировал нападение на нас. Рационал этих людей, которые подавали апелляцию, был в том, что если сейчас опять выпустят этих террористов, они опять будут заниматься террористической деятельностью. И опять мы, вот этот заколдованный круг, не можем разорвать террор, ответная реакция на террор. Опять же, жертвы из той стороны тоже. Это тоже мы признаём, что не бывает военных апелляций без гражданских жертв. И вот этот заколдованный круг продолжает всё время двигаться, как и перпетон мобили, которое невозможно остановить. Поэтому у нас тоже не всё просто с точки зрения вот этой позиции освободить. Причём, среди тех, кто сейчас находится в заложниках, есть одна семья, которая говорит нет. А вот мы готовы… Ну, они это не говорят напрямую, но из их слов можно предположить, что они готовы пожертвовать своим сыном, чтобы не освобождали заложников. Что тоже странно, тоже вызывают разные эмоции. Это такая очень сложная тема, где тут нет правых или неправых. Тут очень сложно сказать, чем руководствуются они, почему именно таким образом они говорят. Очень сложная ситуация. поэтому в принципе те люди, которые находятся в заложниках, это в какой-то степени, если мы будем говорить простым языком, ну это что ли какая-то страховка их жизни, этих эмоциоников. Чем дольше они будут держать наших заложников, тем больше они будут давить на нас, и нам сложно принимать различные решения, потому что нам жизнь наших заложников важнее, чем их жизни. Далее. Цель Хамаса освободить своих заключенных, которые участвовали в террористических актах, которые находятся в наших тюрьмах, это тысячи человек. В своё время за Геляда Шалита, одного Геляда Шалита, израильского солдата, мы отдали 1027 палестинских заключенных, которые сидели в наших тюрьмах за террористическую деятельность. И сам, включая самого Синвара. То есть эта дилемма, она сложнейшая дилемма. Получается, что мы заберём наших людей, но освободим опять этих террористов, которые будут продолжать заниматься террористической деятельностью. Их в своё время подписывали под различными документами, где они обещали больше не заниматься террористической деятельностью. И, конечно, их уже через несколько месяцев или лет отлавливали по подозрению террористической деятельности, и службы безопасности их там или уничтожали, или опять арестовывали, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это сложнейшая проблема. С другой стороны, есть часть эстеблишмента, я тоже поддерживаю их мнение о том, что нам любой ценой надо освободить наших заложников. Это первичная задача государства — обеспечить безопасностью своих граждан. И то, что государство не смогло обеспечить 7 октября, и армия не смогли обеспечить безопасность при фронтовых, при граничных поселениях. Я приведу пример, например, такой кибуцберри, где они всё сжигали, эти террористы, женщин насиловали, маленьких детей сжигали, отрубали голову. Там была беременная женщина, которая распоролись, живут. Ужас! Там страшнейшие преступления против человечности, самые настоящие военные преступления, преступления против человечности. Там, например, это кибуцы, они живут целой общиной. Там четверть общины, они уничтожили. То есть мы не знаем теперь, как восстановить эту общину. Эти общины жили, у них в кибуцах особая социальная структура. Это люди, которые вместе завтракают, вместе обедают, вместе ужинают. Там двери не закрываются в дом. Дети воспитываются, сейчас кибуцей, дети вообще воспитываются специальных таких. Они живут отдельно, дети, они сами собой. Родители их проведают, они вместе, они могут все заботиться друг о друге. Там особая социальная структура. Они вместе ездят за границу, отдыхают, они вместе живут, учатся там. Например, освободили сейчас жилоз, освободили 13 этих женщин и детей. Основная их масса из кибуца Нир-Ос. Одна из женщин, которые освободили, она была основательницей кибуца, еще до 47-48 года основывался кибуц. Она воспитала очень многих людей, которые продолжают жить в этом кибуце. Ее вся семья живет в кибуце. У нее прамнуки уже родились в этом кибуце. Вот как вот с этим быть, как вот этих людей потом тоже восстанавливать, и как к ним относиться. Да, и государство должно обеспечить их безопасность. Государство не обеспечило, это первоочередная задача, чтобы освободить их заложников. Надо отдать этих заключенных, будем их потом отлавливать, будем их потом с ними решать проблемы таким образом, чтобы было понятно, чтобы они не могли действовать против нас. Но не может государство отказаться, поскольку государство тут потерпело самый настоящий провал и не смогло обеспечить безопасность этих людей, оно должно сделать все, чтобы вернуть этих людей назад в Израиль. Не говоря уже о том, что многих просто убиты было около 1400 человек 7 октября. Аркадий, но можем ли мы, вправе ли мы предположить, что государство Израиль откажется от завершения операции «Железные мечи»? Вот этой операции, которая проводится в Газе для того, чтобы уничтожить организацию «Хамас»? Израиль не захочет отказываться 100% от этого, потому что задача, она понятна. Если останется «Хамас» даже в том виде, полуизбит сегодня в этом он находится, это будет продолжать представлять угрозу для нас. Сможем ли мы это сделать и действительно довести эту операцию? Это вопрос. Потому что нам, например, уже началось давление европейских стран. Премьер-министр Бельгии, премьер-министр Испании, которые были на днях у нас, они говорят о том, что мы действуем против гуманитарного права и наносим удары по мирным жителям Газы. Тут есть два серьёзных момента. Первый момент. Прежде чем наносить удары, мы всегда объявляем об этом и просим жителей Газы покинуть те места, где мы знаем, что мы будем вести боевые действия. Это бомбардировки с воздуха, бомбардировки с морем. Мы заранее сообщаем, заранее предупреждаем. У нас целая инструкция, которая называется «Стучать по крыше». Это говорит о том, что за полчаса или за 15-20 минут до бомбардировки мы объявляем этим гражданам, что мы будем бомбить и просим их оставить эти места. Второй момент. Мы открыли на протяжении всех этих боевых действий гуманитарный коридор по основной улице сектора Газы, которая с севера на юг идет, Салахадин. И мы делали гуманитарные коридоры, по которым прошло приблизительно миллион человек на южную часть. То, что Хамас этому препятствовал, западные европейские политики об этом не говорят. Потому что Хамас не ведет боевые действия как армия. Это террористическая организация. Поэтому живой щит у них это люди в секторе Газы. Западные политики на это не обращают внимания, что вся их военная структура построена в больницах, опять же, в школах. И более того, вот сейчас перед прекращением огня мы взорвали один из их подземных бункеров под больницей Шифа, к которым они в принципе находились до нашего вторжения. И у нас есть доказательства, что они держали там по всей вероятности заложников тоже. Но западные политики на это не обращают внимания. Понятно, что есть жертвы среди палестинцев. С другой стороны, как представляют себе западные политики, что мы как зайдем в сектор Газа и будем вот всех окружен, и будем как делать, спрашивать, ты террорист Хамаса, а ты не террорист Хамаса? Ты поддерживаешь Хамаса или не поддерживаешь? С другой стороны, основная масса этих людей, она может быть и недовольна властью Хамаса, но она их поддерживает. И там есть большое количество людей, которых тоже поддерживают. Это люди, в принципе, которые полностью, у них промыты мозги. Эти люди низкого социального уровня, образовательного уровня. И это страшная толпа, которые факт, что вторая волна вторжения с 7 октября на нашу территорию была кроме этих террористов. Потом пошла вот эта чернь, которая в тапочках насиловала, там, в таких шлёпанцах они пришли с топорами, с ножами насиловать, убивать, грабить, там. Поэтому, а что делать с этой чернью? Что делать с этими людьми? Ну, об этом уже западные политики не говорят. Они не думают, там есть такая установка. Вот они находятся в этих каких-то рамках, теоретических, и всё. А то, что у них, у самих проблемы в их государствах, мы же не говорим об этом, да, в Бельгии, например, проблема с арабским мусульманским веществом, во Франции проблема. Например, сейчас в правительстве Испании назначили Палестинку министром, министром молодёжи, по-моему, она назначена. Она вообще отрицала сам факт вторжения и насилия Хамасом 7 октября. И всё, вот так. А вот она решила, что это так. И как вот с этим нам справиться? То есть тут мы говорим, как бы мы находимся, как бы в одних цивилизационных рамках, но каждый это видит по-своему, и каждый не хочет, скажем так, нас не хотят понять, но и, в принципе, мы не очень можем понять другую сторону, которая утверждает, что мы действуем в несоответствии с теми нормами, к которым мы, в принципе, придерживаемся. Ну, тут ещё возникает один большой вопрос о масштабах так называемых collateral damage, вот сопутствующих потерь, потому что очень часто ссылаются исключительно на те цифры, которые публикует так называемое Министерство здравоохранения и газа, так? По сути дела, это цифры ХАМАС, и многие удивляются, а почему, скажем, организации объединённых наций, чиновники отдельных подразделений ООН заявляют, что у нас нет оснований, мол, верить, не верить той статистике, которую публикуют представители ХАМАСа. И тут остаётся только руками развести, честно говоря. Ну, мы разводим руками, почему? Потому что, например, женские организации ООН отказались признавать факт насилия террористов ХАМАСа над израильскими женщинами. Безбольшое количество случаев зафиксированы, где они насиловали наших женщин. Женские организации, организации объединённых наций, они не хотят этим заниматься, не хотят об этом вообще слышать. Имеют, прожводят руками. Или, например, мы знаем, что УНРА, это так называемое агентство ООН по вопросам беженцев, оно, в принципе, было полностью под ХАМАСом. ХАМАС там держал оружие. То, что называется, скажем так, в российско-украинской традиции, называется БАПОР, да? Да, БАПОР. Они, да, там полностью деньги приходили, брали, во-вторых, там все сотрудники, там были в основном и масса сотрудников палестинцев, которые часть из них поддерживала ХАМАС. И поэтому это всё шло в одни ворота. И поэтому тут, опять же, мы говорим, а я уже не знаю, двойных, тройных, четвертных стандартах. Тут же опять, в зависимости, как сказать, потом опять входит вот эта терминология, не всё однозначно. Вот, Израиль захватил территорию в 67-м году, да, вот этот Наратев, колонизаторы там. Да, действительно, всё это было. Но а почему Израиль захватил в 67-м году территорию? Об этом же никто не говорит. А когда в 48-м году, понимаете, когда в 48-м году мы объявили о государстве, и у них тоже было по решению, могли объявить свои государства, палестинское нижнее объявили, они пошли войной на нас. И вот так мы сейчас начнём и продолжаем. Тут вопрос такой, где та политическая сила, которая способна с палестинской стороны наконец-то сказать «стоп насилию» и будем как-то договариваться и что-то делать? И где, скажем так, где вот эти люди? Мы не знаем, их нет. Вот сегодня кто-то, кто бы говорил такими понятиями, их просто нет. С нашей стороны у нас тоже, это надо признать, у нас тоже есть экстремистская часть. И сегодня в Израиле находится за всю историю «Самое экстремистское право правительства», где тоже есть части людей, которые заявили, после того, как вошли солдаты в ГАЗу, бороться с этими террористами, они заявили «Вот опять начнём поселение в секторе ГАЗа». Кому это надо? Опять, да, и с нашей стороны, вот нет политической воли у Натаняо обуздать этих деятелей, которые говорят этими лозунгами, которые не приведут ни к каким результатам, кроме продолжения насилия. С другой стороны, у палестинцев нет сейчас вот на том человеческом ландшафте хоть одного человека, который способен пойти именно по пути мирного какого-то развития отношений между нами и палестинцами. Причём тут такой момент, что из этих приграничных поселений кибуцов, которые были сектором ГАЗа, там, например, убили одну из очень таких женщин, уважаемых, активистки. Она всю жизнь работала над вот на этом сосуществовании с палестинцами, да. У неё было большое количество знакомых в секторе ГАЗа, она им помогала. Пришла вот эта волна вот этого террора. Её тут же убили, да. То есть и с той стороны никого. С другой стороны, например, есть такие случаи, тоже интересные, да, на прошлой неделе, по-моему, если я не ошибаюсь, была публикована интересная статья в одной из таких важных израильских газет, экономических, Демаркер. Была статья об одной израильтянке, которая ведёт бизнес с сектором ГАЗа уже на протяжении 20 с чем-то лет, которая очень им помогала, они и помогали. Когда 7 октября началась вот эта резня их, то эти люди, которые с ней работали, по её словам, да, и нет смысла врать, они тут же и позвонили, узнать, как она и что она, чтобы она берегла себя, и чем они им могут помочь. Она была далеко от военных этих действий, да, но вот эти человеческие отношения не существуют, да. Теперь эта женщина говорит, и после стольких лет, что я с ними вела дела, и я знаю, что эти люди тоже хотят мира, но вокруг-то никто не хочет мира, вокруг-то это террор, вокруг-то это целый анклав терроризма, как эти люди живут, да. То есть это серьёзнейшие проблемы, которые, в принципе, нет, я бы сказал, тех личностей, которые бы могли развернуть вот этот корабль истории в другое направление, идти в другом направлении. Вот тут возникает вопрос, Аркадий, скажите, а в принципе, когда закончится война, когда закончится военная операция, кто может управлять сектором газа? Палестинская автономия? Международная администрация? Кто? Это вопрос, который требует от нас получить ответ на этот вопрос администрация Байдена. И их это волнует. Но в той ситуации, в которой находится Натаньяу, и после тех лозунгов, и после всего, что он сделал, у него теперь серьёзная проблема, как действовать на следующий день после войны. Вот-вот. Что мне известно? Мне известно, что были созданы группы, которые специалистов, серьёзные люди, которые занимали серьёзные позиции у нас и в военном истеблишменте, и на различных государственных должностях были. Люди с серьёзным опытом, часть из них я лично знаю, с ними знакомы, я лично с ними говорю. Они дали несколько моделей и несколько предложений со своей стороны, но Натаньяу пока, насколько мне известно, ещё не принял какого-либо решения. Что да, Натаньяу понимает, это он уже говорил, он, в принципе, это озвучил и по всей вариантности, это часть будет вот этой конструкции, что у нас нет никакого намерения опять захватить сектор газа и управлять сектором газа. Что нас интересует, это исключительно одна вещь. Это создание какой-то зоны безопасности по периметру всего сектора газа, этого анклава, и обеспечить прифронтовую полосу, вот полосу соприкосновения, полной стопроцентной герметической безопасности. Это можно сделать только при наличии того, что у нас будут возможности это делать. Кто будет управлять газом? По-моему, он ещё даже не начал решать и даже не начинал думать. В той ситуации, в которой есть, он сопротивляется, и один из его главных врагов это палестинская администрация, палестинская администрация автономии во главе с Абумазанным. Он их ненавидит просто. Надо признать этот факт. И он сделал всё, чтобы их ослабить и усилить Хамас, и пытался играть на вот этих противоречиях между администрацией палестинской автономии и Хамасом. Это была его основная политика. У Хамаса тоже есть там всякие форпосты на западном берегу в Иудее и Самарее. Там тоже у него организации, тоже сейчас арестовали очень многих, чтобы они не начинали какие-либо там насильственные протесты или какие-то террористические акты делали и так далее. И вот на этом противоречии этих он не хочет. С другой стороны, палестинская автономия не въедет на танках в сектор газа. Это тоже надо понимать. Как они будут выглядеть в глазах своего же народа. На израильских танках они возвращаются править сектором газа. Теперь, никто уже не говорит о том, что Хамас был выбран демократически в национальное собрание палестинцев в 2006 году в январе. Когда палестинская автономия руководила сектором газа, потому что по тем договоренностям, которые есть между нами и палестинцами, администрация палестинской автономии должна руководить всеми палестинскими территориями, которые переданы им в управление, включая сектор газа. Что сделали хамасовцы? Они убили, просто вырезали 170 чиновников этой палестинской администрации. Остальные сбежали. И таким образом они себя водворили властителями в секторе газа. Все. Никто же об этом не говорит. Западные политики об этом не упоминают. Все молчат, а все знают, что они... Насколько я понимаю, по многим публикациям, которые появляются и в израильской прессе, и в западной прессе, большой вопрос, до какой степени Махмуд Аббас и его сторонники контролируют ситуацию на западном берегу самой Иудеи и Искамарии. Ну, с другой стороны, если все время израильское правительство ослабляло на протяжении политика, Натаняу было ослабить, насколько это возможно, эту администрацию. Так что мы хотим? А теперь мы предъявляем им претензии. А почему вы такие слабые? А почему вы не можете установить контроль? А почему вы это делаете плохо? Потому что все время против них работали. А теперь мы предъявляем претензии. Это классический подход Натаняу. Теперь мы обвиним их. Натаняу уже по сегодняшний день не принял на себя ответственность за 7 октября. Все виноваты. Армия виновата, разведка виновата, оппозиция виновата. Все виноваты. А он нет. Он нет. Он вне этого. Понимаете? Поэтому тут очень сложный момент. Теперь он коалиционно зависит от этих правых экстремистов. Есть две партии такие, которые соединились в одну. И эти люди, они абсолютно живут по законам Торы, по законам Ветхого Завета и думают абсолютно мессианскими понятиями. Вот сейчас придет Мессия и всех нас спасет. Но видно, плохо молились. У меня такой вопрос. Раз такое произошло, значит, плохо молились. А как же? Если не верят в Господа Бога, как Господь Бог мог такое сделать для нас? Такой ужасный, страшный сюрприз и трагедия. Значит, плохо молитесь, ребята? Ну а как? А как объяснить это, да? А они вот, сейчас будем, возвращаем Израиль, от моря до... Понимаете? А эти с той стороны кричат «Палестина, от моря до реки, до западного, до Иордана». И вот вот эти группы, они основные, их больше всех мы слышим. А по всей вариантности всё-таки какой-то немалый часть палестинского общества сидит и на это смотрит, оно молчаливое, потому что у них тяжёлая жизнь. Как и у нас, в принципе, основная масса молчит. Никто не хочет решать этой проблемой, слишком сложная проблема. И это всё время переходит на следующее поколение, да? После 1967 года мы не решили эту проблему. Придут дополнительно другие эксперты и скажут, конечно, каждый раз, когда мы предлагали палестинцам максимально на всё, что мы можем идти, и последнее правительство Ольмарта им уже всё предложило, они отказались. Они отказались. Они никогда не хотели с нами по-настоящему заключить. И я с этим согласен. Потому что в части, я знаю, я не участвовал непосредственно, я не участвовал непосредственно в переговорных процессах, но я очень хорошо знал, что там происходило и каким образом происходило, потому что я был на высоких должностях, и когда я был послом в Москве, я прекрасно знал, о чём идут, о чём шли переговоры и как это всё делалось. И с их стороны действительно было нежелание с нами найти какой-то компромисс. Потому что если бы они хотели найти компромисс, давно бы уже жили в мирном сосуществовании. Вот как разрешить эту проблему? Вот как этот узел разрубить и как найти вот тех людей, которые будут способны, несмотря на все эмоции, накал, сложности, трагедии, сесть за стол переговора и найти какое-то политическое решение? Ну а что, мы опять, армия будет, сотни тысяч солдат будут, а как будет работать наша страна? А как будем жить? А каждый день таких военных действий стоят миллиарды шекелей. Кто будет за это платить? Денег не хватит. Всю жизнь воевать. Сложнейшая проблема. Мы сейчас находимся в такой очень кризисной и очень такой сложной точке развития нашей истории. А вот появились сообщения в западных средствах массовой информации со ссылкой на израильские СМИ, что якобы Натаньяху отдал приказ МОСАДу уничтожить всех лидеров Хамаса, где бы они ни находились. Вот такое заявление, даже если оно не подтверждается официально, оно способствует разрешению кризиса? Я бы сказал так. Оно и не способствует, и не не способствует. Это не из той категории лидеров Хамаса, о которых он говорит. Они ненавидят Израиль, это не те люди, которые с нами сядут за стол переговора и скажут, всё, мы приняли решение, что больше нельзя заниматься насилием, и мы не хотим больше никакого насилия, мы хотим мира. Потому что сам, например, Сейнвар, он абсолютно психопатическая личность. Его психологический партнер – это психопат. Как с психопатом можно договориться, или психопат вдруг изменит свою натуру и свою психологию, вдруг станет приличным нормальным человеком? Нет. Поэтому это и не поможет. Это личные счёты, которые, скажем так, в израильской традиции со всеми, скажем так, преступниками, которые наносили нам неимоверный ущерб, им должна, в конце концов, с ними должна быть, они должны быть, они должны исчезнуть с этой планеты. И вот эта месть, она действительно, в нашей психологии, она существует, мы от неё не отказываемся. Этих людей надо наказать. И они будут наказаны. Я не сомневаюсь, что в конечном итоге они будут наказаны. Но данная ситуация это не играет роли. Тем более, я не думаю, что он сейчас этим занимался. Скажем так, если бы мы хотели их уничтожить, у нас до этого было возможности это сделать. Просто это тогда бы привело к другим совершенно кризисам, к другим последствиям. Это очень сложное решение, когда принимается подобное решение. Это очень сложное решение. Ещё один вопрос. Я с удивлением обнаружил письмо в поддержку палестинского народа, которое распространяется в соцсетях в Украине и которое собирает сотни подписей неизвестных мне правд, впрочем, в основном, но, тем не менее, каких-то общественных деятелей. Вы это видели тоже. Я знаю. Как вы это можете прокомментировать? Во-первых, это абсолютно третий разряд, четвертый разряд на какие-то люди. Есть и домохозяйка, которая подписала непонятно, кто она. Есть какие-то люди, которые себя представляют какими-то активистами. Тоже непонятно. В принципе, из тех всех людей, которые там в списке... Я прошёлся, там, по-моему, 400 с чем-то человек сейчас подписано. Я прошёлся. Я, в принципе, знаю два... Там несколько... Я знаю два имени. Одна эта дочка известного еврейского художника, который умер, к сожалению, Александра Ройбурта. Она вообще живёт, по-моему, в Америке. Она такая абсолютно ливацких, таких экстремистских взглядов. И поэтому она подписала. И ещё один есть украинский историк. Он довольно известный. Он всегда выступал против украинского национализма. Он украинец, этнический украинец. Но он всегда выступал против украинского национализма, против украинцев. И сейчас он выступает против израильтян. Но там интересный момент, что это письмо сформулировано таким образом, что оно полностью отражает те нарративы, которые сегодня бытуют в американских кампусах, в американских университетах, которые поддерживаются так называемыми вакистами и прогрессивными. Что это означает? Это те люди, которые считают, что белый человек виноват во всём. И теперь время цветных людей, расцово рассуждая, которые они теперь всем обязаны и всё должны им возвратить за те все трагедии, которые им несли на протяжении многих веков и колонизаторства и так далее. И вот Израиль в их понимании тоже такой же колонизатор. То, что Израиль занимается самообороной, защищается, то, что Израиль был готов отдать. У нас же был какой принцип? Территория за мир. И Египту мы всё отдали. Есть мирный договор, несмотря на что мир может быть не самый горячий, но он мирный договор, который существует, действует и который по сегодняшний момент работает. И участие Египта в том, что сейчас происходит тоже в секторе Газы, очень помогает нам и помогает Египту и так далее. Но об этом никто не говорит. И вот этот наратив, явно его составляли эти люди, там есть американские украинцы, там есть канадские украинцы, вот они явно, и там вот этот профессор, там явно они составляли этот текст, потому что наратив один к одному. Просто вот наратив один к одному. И кто подписал вообще, там есть часть жен, которые замужем за мусульман или за палестинцев, то понятно, что они сразу подписывают это. есть часть людей, которые там, например, какой-то человек и написано рабочий. Вот что за человек? Да и вот это гуляет кто-то там, но там нет ни одной фамилии, скажем так, какого-то деятеля, который играет или влияет на общественное мнение в Украине. То есть это какая-то инициатива вот этих экстремистов, а это левацкие экстремисты, да, они тоже, они антилибералы, да, они антидемократы. Это надо понимать, что сегодня и в Европе, и в Америке существует такой очень сложный процесс слияния между крайне правыми экстремистами и крайне левыми экстремистами. И они вот зажимают и пытаются, почему? Потому что в своей основе они антилиберальны, они анти западная либеральная демократия. И на этой основе для них все плохие, включая Израиль. Но там прямо тексты как будто бы переписаны из каких-то писем там американских кампусов. Я не думаю, что эта инициатива получит какой-то большой там даже бросаются в глаза формулировки, которые взяты чуть ли не из, я не знаю, каких-то основополагающих программных документов разного рода палестинских организаций. Например, вот это вот пресловутое название событий 1948 года катастрофа Нагба, да? Да, Нагба, да. Нагба, да? Хотя на самом деле речь идет о том, что арабские государства в 1948 году отказались признать, мы об этом сегодня уже говорили, признать решение ООН о разделе Палестины бывшие подмандатные британские Палестины на два государства. Арабы сказали, нет, мы не хотим двух государств, мы хотим всю Палестину иметь от реки до моря, как они сейчас повторяют, и в результате действительно возникла проблема палестинских беженцев. Да, причем это рукотворная проблема абсолютно. Да, причем один из, я точно не помню, ли это историк или какой-то американский журналист, он сказал интересную вещь, он сказал, что очень интересно, что палестинские беженцы во всех арабских странах страдают, а где они чувствуют себя хорошо и выходят на протесты? В западных странах, где полностью социальные условия, где они себя чувствуют полноценными гражданами, и вот там они протестуют, а мы не видим протестов палестинских беженцев на территории арабских странах. Этого нету. Вот как интересно, да, тоже такой момент. Но я, например, приведу пример в кампусах американских. Я сам знаю одну женщину, она ученая, она находится в американском, одном из американских университетов, делает там сейчас докторат, она следила на лекции по алгебре, там какая-то такая очень серьезная была лекция с формулами на доске, вдруг заходит какой-то студент, афроамериканец посередине лекции, я сам видел этот ролик, она прислала его, потому что она была в шоке от этой всей ситуации, она это засняла. И он заходит, лектор видит его, тоже какой-то там профессор видит его, он говорит, я должен вам помещать пять минут сказать свою речь, тот говорит, сейчас я закончу писать формулы и дам вам слово. Он заканчивает писать формулы, тот стоит, ждет, какие-то там делает движения руками, после этого ему профессор говорит, хорошо говорите, то есть это полная абсурднейшая ситуация, во время лекции заходит какой-то студент, говорит, я должен заявить свои заявления, а тот ему говорит, хорошо, я допишу формулу, то есть это уже, скажем так, это извращение политкорректности, и вдруг этот афроамериканец начинает говорить о том, как надо освобождать Палестину, пять минут говорит какие-то лозунги, кричит, все студенты, которые в кадре, они головы опустили в тетрадки свои и что-то там пишут, они даже не смотрели в его сторону, он отторбанил это, потом что-то на барабане каком-то, видно, с ним еще кто-то был, потому что там на фоне был какой-то барабанный звук, он помахал флагом и ушел. Это американский университет, 2023 год, это нормально, бред сивой кобылы, по-другому невозможно это описать, да? Вот, пожалуйста, такая ситуация, если бы это, я бы еще не поверил, я думал, что-то с матерью, нет, эту женщину я знаю, она там находится на постдокторате, она в шоке, она прислала на это в WhatsApp группу друзей, мы просто, мы даже не понимаем, как это вообще возможно, вот простая такая маленькая деталь, и вот эти переписывают, письма рассылают, что делать, мы сегодня живем в таком идеологическом противостоянии и все еще не так просто, да, в особенности с победой в Голландии, да, на выборах правой экстремистской партии, да, которая обожает Израиль и с израильскими флагами он ходил, это тоже еще такой вопрос, да, как с этим тоже справиться, это тоже непростой вопрос. Да, но, тем не менее, возникает один еще один, может быть, заключительный вопрос, который я хотел бы задать, если благополучно завершится процесс обмена заложников на освобождаемых из израильских тюрем палестинских террористов, по счету один к трём, будет ли все-таки доведена до конца операция по зачистке сектора газа от Хамаса или нет? Я мне несу корректировку. Я думаю, что сейчас, когда речь идет о заложниках, возобождении женщин, детей, пожилых людей, даже молодых людей, которые были на этом фестивале музыки. И есть еще одна категория, пока о ней никто не говорит, это наши солдаты, которые находятся там в плену. Это особая категория, которую Хамас, наверное, будет держать до последней минуты и видеть в них страховку своей жизни. Помните, как Арафат перевезли в Тунис в 1982 году? И, может быть, там тоже такой вариант они просчитывают. Нельзя ни в коем случае считать своего противника, который недалекий, ничего не понимает и так далее. Надо понимать, что там речь идет об очень хитрых, очень таких людях жестоких, которые будут принимать все попытки, чтобы остаться в секторе газа, либо остаться в живых или куда-то там выехать и так далее. Это тоже возможен такой вариант. Сто процентов, если закончится вот сейчас эта часть 50, они не пойдут еще на 50, на следующий день возобновятся бомбардировки, военные действия и так далее. Если они продлят эти вот это прекращение огня и освободят еще, чтобы было еще 100 наших заложников, то на следующий день опять начнутся боевые действия. Может быть, они захотят продлить всю ситуацию и вернуть нам до 100 заложников не потому, что они нас любят или они такие гуманные, хотя вот эти кадры тоже, понимаете, в мире, когда он берет старушку и заносит это, понимаете, как эти всякие от левацки или там будут говорить организации, вот какие они гуманные, да, он же взял старушку на руки и донес до амбуланса, да, понимаете, это же тоже такая психологическая война против нас за сознание людей, а полезных идиотов же во всем мире их неограниченное количество, просто, да, просто неограниченное количество. Вот тут такой момент, то почему они это могут продлевать? Только по одной причине, опять перегруппировки, перевести заложников в другие места, опять лучше спрятаться, что-то закрыть, что-то передать, возобновить какие-то запасы, потому что сейчас идет гуманитарная помощь большими порциями, да, там сотни грузовиков сейчас идут, это и бензинный солер для того, чтобы генераторы заполнить там свои запасы бензином, солером, чтобы можно было опять генераторы включать, электричество внизу там и так далее, и так далее, да, там идет целая-целая какая-то работа, и может быть, потому что они увидят, что они смогут перегруппироваться, как-то восстановить свои силы и даже получить какую-то передвижку вот этих бомбежек и военных действий, они могут это продлить и освободить, но закончится, опять начнется зачистки, потому что единственный способ давить на них, чтобы они освободили заложников и потом наших солдат, это только военными действиями, угрозой того, что либо их уничтожат, либо их придется куда-то вывозить или так далее. Этот сценарий тоже, скажем так, он тоже существует и он на столе, да, сейчас об этом никто не говорит, но в теории это тоже возможно. Потом мы не знаем, может быть, их жестокость будет таким образом, что они будут убивать, там, я не знаю, по заложнику, где они говорят, а если вы не прекратите военные действия, дальше будем убивать заложника. Они на все способны. Поэтому тут очень важно, например, сохранить правильные отношения с Катаром, с Египтом под руководством США, чтобы правильно давить на Хамас, чтобы они не переходили вот эти красные линии. Потому что иначе это будет катастрофа, это будет там такое, что это все может перерастись в крупную региональную войну. И мы еще не говорили о хуситах, которые продолжают стрелять в нашу сторону, это тоже... Это вообще отдельный вопрос. Об этом еще, боюсь, предстоит отдельно много говорить. Да, еще Хизбалла. Спасибо большое. Да, и Хизбалла еще на севере, и неизвестно, что там дальше будет. В общем, кризис, увы, далек от завершения. Аркадий, спасибо большое за ваши ответы, за ваши объяснения, за ваши комментарии. Я напомню, гостем моего канала сегодня в этой части его работы был Аркадий Мильман, в прошлом известный крупный израильский дипломат, в том числе посол Израиля в Москве в нулевые годы, а ныне человек, который возглавляет программу российских исследований в Израильском институте национальной безопасности при Тель-Авивском университете. Еще раз спасибо, Аркадий. Спасибо. и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok